с учетом того что в ближайшее время выйдет патч который будет полностью менять баланс прокачки потенциально я пока что не начинаю прохождение игры под запись так сказать вот должен сказать что порылся тут немножко поизвучал предметы нашел старое сохранение оказаться у меня было где-то среди автосейвер с 97 процентами пробуждения то есть чисто геопатически можно его использовать для того чтобы показать какую другую раскачку есть на примере интересный вариант прокачки доме у сюда то есть что можно ценного с ним сделать могут решил сейчас его покажу и потом на одном из рандомных уровней его продемонстрирует чисто геопатически доме у сможет быть самостоятельным воином чисто в одиночку со всеми сражаться но я например предпочитаю все-таки использовать его вместе с армией то есть с ревиторами и прочим поэтому сейчас покажу но в принципе расскажу про все возможные варианты которые мне пришли в путь что интересно можно рассказать про ветку доме носа это наверное самое важное это самый последний навык который в принципе полностью соответствует последнего навыку ближника эксплоратора точно такой же добавляет один урон добавляет броню физическую добавляет шанс критического поводания плюс 15 то есть грубо говоря его точно также как и ближника можно заключать под 45 процентов критического урона что ну буквально будет просто всех уничтожать а в сочетании с тем что удовлетворяется ну не удовлетворяется у всех вообще могу есть доступ к оружию которая стреляет по области и может поражать огромную кучу врагов это делает доме нос намного сильнее чем эксплоратор просто потому что он буквально может уничтожать целые пачки микронов просто за один выстрел в общем то это в принципе наверное самая лучшая штука что у него здесь есть все остальные не особо важны наверное одна единица урона сервы черепом это такой себе абсолютно нафиг наверное не нужная одна единица урона это как бы ну в принципе пусть будет то есть возможно будет ситуация когда кого-то нужно будет просто добить интересно только что ценность здесь есть это то что этот урон не физически не энергетический доступ пробивает фактически броню когда двух машина в ярсти урон увеличится на 2 это в принципе тоже самая штука как и у эксплоратора но она опять же тоже становится намного лучше благодаря тому что можно использовать раскачанный под двух машин какой-нибудь бластер и допустим огнемет сразу на всех противник намного лучше чем допустим у эксплоратора который может только одному противнику внести ты голову так усилитель энергии требует на 1 очку познания меньше в общем то в принципе ничего такого ценного здесь нету сейчас я покажу здесь даже было это был усилитель энергии вот он усилитель энергии стоимость очков познания единицы то есть на одну если она будет требовать на одно меньше то фактически это будет означать что она не будет требовать вообще перезарядка 3 то есть это довольно долго но энергетический урон увеличится на 2 но это у меня самое примитивное то есть в принципе может быть лучше потенциально конечно может быть очень хороша я объясню почему я покажу оружие через которое буду закачивать этого магаса будет очень крутая штука по идее по идее что в принципе можно дать еще донес ну очевидно что лекс механика то есть с одного очка в принципе можно даже полный стройский чек абсолютно ценным для него если играть для мечтей магаса в доме всего соло прокачивая вот этого навыка сервичеря который будет извлекать все очки познания из источника то есть допустим есть там монументы которые 2 очка познания и 3 очень важно то есть до тройки железно нужно дальше уже под выбор например я бы предложил добавить как минимум одноочковым эксплоратором просто для того чтобы иметь возможность избегать атаку возможностей очень полезно будет против встречи стражей а ну и плюс 3 метра дальность подвижения в принципе этот навык очень хороший абсолютно для любого магаса халявные плюс 3 метра это очень круто вот если доминус будет играть чисто соло без кого-либо еще то в принципе наверное секундера можно даже не брать но например я предпочитаю все таки играть через армию доминуса через сервиторов бесплатных поэтому есть смысл взять одну единицу почему потому что ну допустим увеличенный урона 1 это не особо круто в принципе хорошо но не то что нужно самое важное здесь это дальность движения на 4 почему она хороша потому что допустим магас может пойти в свой ход и потом потратить одно очко познания на то чтобы сделать еще один точно-то лучшего благодаря лекс механике можно магасом буквально всю карту пробежать раз пять за один ход вот армия не может этого сделать поэтому дальность передвижения может быть очень полезным для такого но в принципе как бы тоже все зависит от обстоятельств от влияющих потом чуть позже расскажу что еще интересно свобода познания следующий атака не будет расходить очки познания грубо говоря каждые три хода одна из пушек будет стрелять не требуя очков познания то есть а тут пушки есть очень хороший и при этом требующий очень много очков познания то есть этот навык железно нужен доминусу вот его точно стоит взять всегда на кричи допустим под секунду вот что еще можно наверное взять наверное нужно сейчас в первую очередь посмотреть на ту аугментику которую можно взять и разобрать ее что наверное было бы лучшим вариантом для доминуса ну я говорил что лучше всего здесь брать защиту энергетическую поэтому в принципе стоило бы взять тихоуксилия взять ему полу тихоуксилия который добавит 2 энергетические броню в принципе неплохая штука почему потому что даст потом доступ к не очень ценному навыку вот этому который добавляет одну физическую броню не особо мне это нравится но зато потом можно будет выйти на вторую на вторую аугментику который добавит крит плюс 20 процентов а крит плюс 20 процентов очень важен то есть чисто потенциально можно использовать допустим секунтера тут же вкачать ему второй навык сразу же взять ему руки которые добавят плюс 20 крита и плюс 2 очка здоровья либо можно прокачать тихоуксилия до 2 до 2 аугментика который добавит тот же самый крит 20 процентов но даст всего 1 очка здоровья тут уже по обстоятельствам то есть если чисто соло то тихоуксилия если через армию то наверное через секунтер в принципе как бы по обстоятельствам принципиальной разницы в общем то нет особой поэтому тут уже как каждый сам для себя решили в принципе неплохо было бы взять два очка в техноправиться чтобы взять торс на очки здоровья и одну энерго броню но в принципе доминус уже имеет торс который дает одну энергетическую броню правда разница будет в 2 очка здоровья то есть если техноправиться даст одну энерго броню и 3 очка здоровья то здесь торс даст всего 1 очка здоровья по обстоятельствам из ног наверное в принципе доминус тот же самый обладает очень хорошими ногами то есть 3 очка здоровья плюс 3 очка движения это очень много это очень круто сочетание допустим с эклоратором очень легко будет двигаться но не даст энерго брони поэтому в принципе в 3 очков техноправиться могло бы дать 2 очка здоровья и одну энерго броню плюс дала бы самый лучший торс но должен сказать что в принципе для этого пришлось бы прокачать целых 4 навыка которые бы при прокачке в соло требовали бы огромного количества камней и требовало бы очень много вообще ну камней да то есть очень дорого было бы поэтому именно доминус в соло бы решал я например предлагаю просто оставить предметы доминусы то есть ноги торс не самый лучший вариант конечно но в общем как получится и например прокачать лекс механику до максимум просто потому что лекс механика наверное самый лучший здесь самая лучшая ветра буквально сочетается со всем чем угодно ну я предлагал у тихоуксилия взять голову поэтому я ее возьму в принципе осталось лишь одно единственное улучшение у меня больше нет денег но можно сделать конечно его еще лучше то есть это уже будет здесь прокачать их направиться допустим я например возьму секвитер то есть чтобы увеличить дальность передвижения на 4 потенциально особо как бы сейчас уже не нужно то есть в принципе можно оставить так как есть из амуниции которые у него будет самую сперва нужно наверно насадить на него самую лучшую агументику я говорил вот голова на 2 энергии ноги доминуса на 3 передвижения и самый лучший вариант не даст энергии брони но 3 передвижения тоже очень большая штука вот и торс доминус 1 энергия брони он даст в принципе сойдет и руки которые я говорил так я их походу не взял да секутра или тех ауксилия и мне не хватит да мне не хватит конечно на крит это очень неприятно получилось наверно все таки не стоило есть очень сильный мекс механик потенциально вот эти два навыка не особо будут нужны потому что она будет прокачивать я забыл взять ему руки тех ауксилия либо секутера ладно в общем делаю замечание это что руки все таки взять на крит то есть это вообще-то очень важно 20 карита как раз увеличивающий до буквально каждого второго критического удара по любому противному ладно в принципе возьмем здесь пока упланили но как уже сказал лучше конечно здесь взять крит самый лучший вариант что взять из другой ауксилий наверное обязательно один целительный коготь на восстановление здоровья потому что он будет один он рано или поздно все равно подданирует и получит урон такое может быть потому что некоторые противники обладают большим количеством здоровья ну конечно вряд ли будет такое что его прям совсем где-то подводят просто потому что он будет просто всех начисто уничтожать вот так если не прокачивать допустим векс механика то вполне можно взять и допустим исследовать свою механодиэндрит которые добавляют очки познания но это только если не качать векс механика в принципе можно взять допустим и механодиэндрит и сейчас скажу какие где-то тут еще должны быть у меня которые тоже извлекают походу их нету в общем которые сюда вставляются извлекают точно так же за очко познания другие очки понятно ладно в общем фиг с ними что можно взять еще допустим можно взять генератор силового поля который увеличит физический урон на 4 единицы почему это пригодится ну это у меня прокачан то есть он в принципе увеличивает на если ошибаюсь это ты должна была хоть эта штука вот на 2 единицы то есть я буду использовать из оружия убираем ближнее потому что максимально навык до минуса работает без ближнего оружия то есть он не будет обладать ближнего и выбираем например мой самый любимый это уходный соперник буквально практически сразу же становится доступен в игре через пару миссий стреляет по области наносит 4-6 единиц физического урона требует всего 2 единицы очков познания ведь механика позволяет использовать спокойно и я бы взял потом вторым оружием вот это вот тяжелый фосфорный бластер требует 4 очка познания но благодаря вот этому навыку свободы познания он раз в 3 хода будет стрелять не используя очки познания при этом это оружие наносит удар в конической области то есть все кто туда попадает все получат 8-10 энергетического урона это очень много потому что позволяет буквально противников большинство слабых противников просто разрывать на части с добавленным критом это делает это оружие ну буквально просто уничтожительным противником буквально целые толпы они будут разрываться но она конечно довольно такая ну долго до нее добираться то есть она уже поздно появляется без меня наверное в принципе любое другое оружие энергетическое пригодится просто потому что нужно комбинировать постараться физически энергетический урон и там такого оружия очень много что еще наверно эти интересного можно сказать что добавить наверное я уже сказал так на здоровье иногда пригодиться можно конечно димбрит на здоровье использовать сюда ставят тоже в зависимости от обстоятельств Так, наверное, все. Наверное, все рассказал, показал. Самое лучшее. Ну да, конечно, забыл. Перчатку на крит. В принципе, и так, наверное, будет более чем достаточно. Так, вроде все сделал. Физический урон. Вот я показал генератор силового поля на 4 физического урона. Вместе с огнеметом будет очень крутая штука. Так. Смотрим еще. Ну, вроде все. Вроде все, да? Можно, наверное, показать уже на практике, как это будет работать. Так, посмотрим какое-нибудь задание. Вот, сложное задание, например. Ах, да. Я же уже дошел до туда и сохранил запись, поэтому можно загрузить игру с этой прокачкой. Так, вот он, билт тест. Вот он, мой магас прокачанный. Причем, если я не ошибаюсь, здесь я его нормально прокачал. Не забыл ему дать критический урон. Все будет нормально. Можно, в принципе, сейчас в любой уровень угрыбаться. Я их еще не проходил. Не знаю, что здесь такое. Посмотрю, так сказать, на практике. Кстати, вот огромное количество селекторов, которые будут, в случае чего, дырки закрывать. Так, у меня нету никаких очков познания. Это, кстати, не очень хорошо. Можно было побегать по уровням, посмотреть, что там будет. Из противников здесь неприятно смертвой казарик, но он сам ко мне, скорее всего, придет. И вот этот вот контековый призрак. У него не отображается ни здоровья, ни броня. Это довольно-таки неприятная штука. Вот. Так, ну, в принципе, ничего страшного. В общем, в принципе, можно начинать. Сейчас посмотрим, что произойдет. Вот мой магас ходит очень далеко, благодаря тому, что я ему дал одну единицу в Эксплоратора, благодаря тому, что у него доминус прокачан на максимум, благодаря тому, что у него есть аугментика ног. Так, в принципе, здесь противников немного. Ну, очевидно. В первую же очередь, смело можно брать сервочерепом все очки. Кстати, хотел бы обратить внимание на то, что в русском переводе еще не исправлено, что вот сервочереп дает всего одну очку познания. А навык у меня прокачан, в Эксплораторе механика, он забирает все. Вот это нужно помнить. То есть на русском языке есть проблема. Вот такая с переводом. Так, в принципе, сейчас, наверное, можно ничего не делать, потому что у него прохода нет, ничего не могу показать. Пока пропущу ход. Посмотрим, что будет дальше. Так, у меня огромное количество очков познания, поэтому я на всякий случай несколько сервитов поставляю. Я выставлю, наверное, три. Пускай будут, просто пусть будут. Так, здесь есть деф-марки. Стоит ли мне попробовать как-то спровоцировать их? Наверное, да, потому что я собираюсь продвинуться сюда и показать разрушительную мощь доминуса. Поэтому спокойно можно двигаться, получать урон, умирать и добавлять очки познания. Он, кстати, очень может быть даже и не умрет. Даже не умер. То есть, все отлично. Я бы даже сказал, можно спокойно еще сюда идти и этому наваливать. Сервиторты, кстати, тоже прокачаны. В принципе, вполне способны сами всех завалить. Вот оно. Вот мой магас. Сейчас я буду демонстрировать его разрушительную силу. Я говорил, что есть смысл прокачать ему, добавить ему целительную кокоть. Вот как раз для таких случаев, то есть он все равно когда-то будет получать урон. Поэтому спокойно восстанавливаем одним целительным коктом. Но это, конечно, уже из-за того, что поздняя стадия игр. Теперь, в принципе, спокойно можно идти вперед, чтобы показать, на что способен этот магас. Так, вот отличная штука. Отличная штука. Вот она моя супер пушка, которая требует огромное количество очков познания. Оно поражает всех в огромной области. То есть, магас буквально здесь будет сейчас разрывать на куски. Я пока не буду использовать. Сперва применю вот этот вот навык. Это навык тех ауксилия, если я не ошибаюсь. Следующий атак не будет расходовать очки познания. Под это оружие как раз, ну под любое оружие, которое требует очень много очков познания, вот этот навык выбрался. То есть я его использую. И это оружие не будет требовать этих очков познания. Но это еще не все. Я взял себе, этому магасу, гимны. Очень офигенный гимн. Например, хороший гимн, урон в следующей атаке увеличен на 12. Причем вне зависимости от брони. То есть он пробивает броню и наносит рот. То есть, грубо говоря, если я сейчас его применю, все противники просто умрут. Добавил также следующий энергетический урон на 9. Ну это прокачанный гимн. То есть буквально 9-11 превратятся в 18-20. То есть большинство противников просто умрут. Но есть еще одно офигенное оружие в запасе у такого магаса. Это вот этот гимн. Литание электромага. Следующие 6 атак пробьют любую броню. В чем она хороша? То есть можно, если играть с соло магом, сальмой, не использовать сельдвитров для того, чтобы отрабатывать противника. То есть можно их просто подставлять. И тогда следующие 6 атак магаса будут пробивать любую броню. Ему будет абсолютно наплевать, сколько брони. Допустим, у вот этого вот деф-марки, сколько брони у этого канаптекового призрака, сколько у этого триарха. Он просто пробьет следующие 6 атак. То есть если использовать, допустим, вместе с бластером и вместе с амблеметом, то можно 3 раунда просто буквально противника уничтожать на куски и разрывать. Ну и, наверное, вот еще тоже интересная штука, да, генератор с амблеметом. Но я его не буду сейчас использовать, я не буду ставлять амблеметы. Используем вот это летание электроманта, чтобы пробить всю броню. Потому что я, например, не знаю, что у них за броня. У меня нет возможности ее использовать, ну, проверить ее, потому что я использую свой червот, сервот череп. И у меня нет прокачанного ближнего оружия, которое дает возможность все посмотреть. В общем-то, в принципе, более чем достаточно. Я уверен, многие из них даже сразу же просто умрут. Вот этот, кстати, выжил. Видимо, у него было очень много здоровья. Ну, логично, это уже очень позднее существо, у него очень много здоровья. Эти сразу же уже отмерли, ничего не смогут сделать. Кстати, крит ни по одному из них не прошел. Хотя у меня здесь крит должен быть излишваясь 45%. Нет, у этого, кстати, тоже не прокачан крит на 45%. Видимо, я тоже ему забыл взять перчатку на 20 крита. Ладно, ничего страшного. Добавляем огнемет и, наверное, на этом заканчиваем. В принципе, раз уж я все равно огнемет буду использовать, и тогда можно использовать агрегасовое поле на дополнительные 4 рубля. Так, ну, похоже, это все. Показал всю силу магаса, раскачанного. На что он способен? Его именно сила, именно в оружии, которое наносит урон по площади. То есть буквально все уничтожает. Не прошло и нескольких раундов. Кажется, это всего лишь второй раунд. Противник уже уничтожен, и миссия закончена практически. Так, ну, пока не появится новый патч, я, наверное, все-таки проходить игру не буду. Вот. Поэтому пока что пусть будет просто доминус. В общем, на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok